а про что я сегодня буду рассказывать рассказывать буду про решающие деревья один из таких базовых алгоритмов машинного обучения которые хотелось бы рассмотреть потому что именно они довольно часто применяются но не в чистом виде а в каких-то ансамблях каких-то композициях алгоритмов собственно давайте обсудим содержание сегодняшней лекции сегодня мы знакомимся да да не слаг только в гид но могу выложить кто-нибудь выложите пожалуйста за одно слаг так сегодня мы знакомимся с решающими деревьями учимся их строить и дальше на практике будем рассматривать задачу оттока клиентов для некого сервиса дейтинга ну собственно что такое деревья решений представим вот мы приходим в банк хотим взять кредит принесли кучу документов и в идеальном мире как бы алгоритм принятия решения у сотрудника банка выглядит следующим образом если возраст меньше 18 то отказываем иначе переходим следующему шагу если стаж больше года то даем кредит иначе переходим третьему шагу если зарплата меньше 30 тысяч то отказываем иначе переходим к следующему шагу и последний шаг в нашем дереве решений если есть другие кредиты то мы отказываем если нет то выдаем кредит как бы простая схема которая понятно всем она интерпретируемая понятно почему мы принимаем решение по каким признакам мы принимаем решение и ну собственно очевидная понятная схема не то что какие-то другие модели собственно определим что такое бинарное решающее дерево рассмотрим пока бинарное решающие деревья мы рассматриваем бинарное дерево которое как у нас циклический направленный граф у каждой внутренней решили вершины в этом графе есть ну присвоена функция бета в которая по сути отображает из нашего пространства объектов в 0 или 1 ну 0 или 1 или левый правая то есть мы принимаем по этой функции принимаем решение в какую ветку нам идти ну то есть если мы сюда вернемся то функция самая первая функция btv это у нас возраст больше 18 если у нас больше 18 то мы идем в следующую ветку следующей вершине если меньше 18 мы приходим так называемую так называемую терминальную решив вершину ну или лист уже листовой вершине терминальной листовой приписаны некая метка класса в данном случае опять же из примера если мы вспомним у нас две метки класса выдать кредит или отказать сам процесс предсказания по сути обход этого дерева сверху вниз мы приходим в корень дерева при проверяем первые наши условия бета в 1 и так до тех пор пока мы не придем в листовые вершины но дерево из примера очень плохо выглядит тут но кто на экране видит вы представляете да то есть опять же у нас получается 9 вершин а из них есть внутренние вершины их 4 ну считая свой 0 то есть вершины которым присвоено в к некая функция по которой мы идем в лево или право по дерево и у нас есть терминальные листовые вершины их у нас пять это понятно всем понятно хорошо понятно тогда поехали дальше рассмотрим какие функции в целом мы можем брать в качестве этого бета в здесь мы ранее в примере уже рассматривали просто пороговые функции одномерные предикаты то есть у нас есть признак возраст это вещественная личина а мы по нему просто выбираем некий порог допустим вот 18 лет из примера и если возраст больше 18 это мы не вправо по дереву если меньше то влево также можно брать многомерные предикаты что это значит ну мы можем просто взять линейный предикат многомерный это просто скалярное произведение и принимать решение что если на скалярное произведение больше нуля то но смешно это другое а дальше у нас есть еще вариант метрические многомерные предикаты что это такое это по сути мы ограничиваем что расстояние между нашим объектом и какой-то точкой из нашего объектного пространства меньше какого-то порогового значения то есть если расстояние меньше порогового значения то мы идем допустим левое по дереву если больше то вправо на практике многомерные предикаты чаще всего не применяется потому что они скажем так еще больше заставляет деревья переобучаться но зато они позволяют строить более качественные гипер плоскости по которым мы разделяем нашу выборку с этим все понятно да собственно как мы будем строить деревья ну все алгоритмы в принципе отличаются от основными фактами какие у нас предикаты используются какой критерий информативности мы используем ну про критерий информативности мы поговорим попозже также критерий останова до какого момента мы строим наше дерево и также отличается по методу обработки пропущенных значений и забыл еще сказать что есть отличие по методу обработки категориальных значений но об этом будет позже тоже определяется предикат как определяется предикат в плане что именно ты вот мы просто задаем некую пороговую функцию допустим вот бета в вернемся вот сюда так а тут есть мел есть у нас есть вершины в 0 у у нее предикат выглядит следующим образом то есть нам пришел объект x мы берем функцию в стиле вот так ну давайте не суть важно вот так вот и записи предикат а по сути это функция индикатор что признак возраста больше 18 с этим понятно всем понятно да так что же у нас дальше про критерий информативности ну вот представьте вы строите дерево вы хотите выбрать оптимальный признак и оптимальное значение признака по которому вы хотите разбивать выборку которая пришла в вершину в пополам ну не пополам смысле на два подмножество выборки вы как можете определять этот критерий по которому вы хотите разделять то есть в целом если вернемся вот сюда мы это дерево построили ну скажем так просто на экспертной оценке как же нам определять что пороговая функция возраст больше 18 является оптимальной пороговой функции чтобы разделить выборку на два подмножества для этого есть критерий информативности собственно про критерий информативности давайте вот мы определим общее число объектов пришедший вершину в м как rvm пвмк то это доля класса циката вершине в м это понятное определение как мы определяем долю вот эту вот пвмк то это по сути сколько раз из сколько раз мы встретили класс циката множестве rvm это понятно давайте больше фидбэка чутка потому что вы как-то зависли на все объекты да то есть частота встречаемость объектов класс циката в общем множестве rvm так циката это ниже в м то есть мы в м ну допустим давайте рассмотрим вершину в 0 к ней пришла вся выборка наша исходная обучающая выборка x мы хотим определить оптимальные критерии по которым будем разделять мы считаем сколько раз у нас встретился каждый класс в этой вершине на входе соответственно пвмк то мы так и задаем то есть доля этого класса выборки на входе деленное общее количество объектов всех классов получаем такие вот доля отлично в частном случае все объекты в выборке которые пришли вершину вот так а в правой вершине от в 0 в 2 приходит вся выборка у которой перефразируем правильно в 2 приходит выборку которой признак возраста больше 18 в в 1 приходит вся выборка у которой этот предикат не сработал то есть возраст меньше 18 для дальше для этого для вершины в 2 мы уже считаем следующее а для в 0 мы считаем именно для него в 0 сколько пришло внутрь в 0 это понятно огонь так и вот у нас есть три основных крит ну три основные а меры неопределенности в целом которые мы можем задать что такое f е ну просто что такое f это мера неопределенности в вершине в мт допустим а q это критерий информатист информативности по которому мы будем все разделять мы посчитали ошибку классификации то есть мы считаем сколько у нас встретилась выбираем максимальный класс по встречаемости и единицу вычитаем по из из единицы вычитаем максимальную долю это максимальная доля какого-то класса ok что что это означает по сути мы пытаемся выделить класс который чаще всего встречается и если у нас вершине остался только один класс то у нас это значение этой функции будет равно нулю и получается все хорошо да ну в базовом случае если у нас бинарная классификация туда 0 1 то есть по сути у нас есть pvm кат и два значения это доля класса нулевого доля класса 1 и мы хотим определить насколько мы ошибаемся при классификации в этой вершине желательно чтобы у нас в идеале было так что доля какого-то класса была равна единице то есть в вершине у нас остался чисто один класс понятно да а не пополам на два подмножества то есть но нам нужно разбить так чтобы в одном из подножеств до сей в каждом из подножеств остался преобладающим какой-то класс то ты строишь так дерево до тех пор пока у тебя в каком-то из под деревьев не осталось ну остался только один класс и там дальше тоже достраивать до тех пор пока все не разобьется мы хотим построить дерево так чтобы пройдя по всему дереву мы могли классифицировать каждый объект без ошибок это наше желание а не важно то есть мы можем построить дерево глубины 100 150 200 но если мы достигаем такого момента что у нас в каждой терминальной вершине то есть вершине которая не присвоен не присвоена пороговая функция присвоен какой-то класс у нас остался только этот класс тут понятно да деревья переобучается деревья переобучается это плохо но об этом мы поговорим чуть позже собственно о способах борьбы с этим ну да то есть мы можем идеально выучить обучающую выборку такое построить дерево которое выучивает идеально нашу выборку обучающую и мы можем без ошибок классифицировать каждый объект из обучающей выборки окей а но про ошибку классификации еще раз получается мы хотим максимизировать следующий функционал при разбиении вот код е ку это это вот тот функционал который мы хотим максимизировать мы хотим представим что у нас функция бета которая приходит это просто предикат по порогу просто предикат по порогу а получается что вот вершина назовем так бы мт вершина в м она разбивает нам дерево ну выборку на два подмножества левая и правая бинарное дерево решений окей это наша вершина в м для которой мы хотим определить б в м и мы хотим подобрать такие же с мы же рассматриваем пока одномерные предикаты пороговые такие же с что у нас максимизируется следующий функционал ку это что это означает это означает что мы хотим подобрать такой признак и такой порог для данного признака что мы разделяем нашу выборку на дверь на две части так что в каждом из под деревьев каждый из вершин который идет после этого после вершины в м у нас преобладает один класс а окей рассматриваем пока на вершине вы порог у нас x так сейчас секунду мы пытаемся определить порог x и меньше равно какого-то с предположим мы рассматриваем разные варианты порога там 18 10 25 окей мы берем 10 и мы получаем что в левое под дерево у нас уходят но все кто моложе которым мы точно не дадим кредит потому что 10 лет это у нас паспорт еще не получил в правое под дерево уходят люди которым 17 18 лет и у них получается мы можем сказать что допустим это люди которые точно получит кредит но то есть тут мы будем давать кредит тут мы не будем давать кредит при пороге в 10 окей здесь мы стопроцентно угадываем здесь у нас ошибка классификации выше потому что мы ошибаемся на людях возраста там 15 16 17 лет том числе и 18 окей возьмем теперь 18 лет мы все также идеально получаем отказ но при этом долю получивших мы долю получивших именно в этом по дереве мы повысили что далее выбираем 25 сюда доля получил здесь получается что доля получающих кредит человек которые были от 18 до 25 лет приехал из этой вершины сюда получается доля получивших в реальности кредит а мы им говорим что мы должны им отказать здесь выросла и значит выросла ошибка классификации а здесь получается мы идеально предсказываем здесь люди получают и доля все равно все также мы даем мы также сравниваем по вот этой вот формуле каков ее смысл мы оцениваем ошибку классификации самой вершине нашей рвм дальше мы оцениваем ошибку в классификации в левом под дереве нормируем ее на долю элементов в левом под дереве то есть ну на частоту встречаемости точнее допустим нас общая выборка это 20 человек нам мы взяли порог 10 сюда у нас уехала 5 сюда уехала 15 вот дальше нет ну смысле еще меньше она просто учитывают долю элементов которые уехали в одной из поддеревьев дробь да точно меньше единицы потому что у нас в мт пришло в левое и правое поддерево не может прийти количество объектов больше чем в отцовской вершине так а что непонятно это доля объектов которые уехали в одну из огонь сейчас восстановится еще давайте вопросы потому что да то есть мы для каждой вершины считаем этот функционал и по этому функционалу мы хотим подобрать такой признак и такой порог который максимизирует данный функционал ну если вот таким предикатом все понятно просто подбираем с или что это п но и с просто убираем такую с чтобы все было хорошо а если какой-то но абстрактный предикат абстрактный предикат что ты имеешь ввиду а без порога ну то что мы рассматривали сделать именно чтобы алгоритм сам это делал опирал какую-то нужную функцию а ну скажем так перебор каких-то значений на каждой вершине нам дает очень высокую сложность поэтому мы ограничиваемся именно такими вот порогами функциями либо вот вариантами линейных и метрических почему потому что их тоже можно легко обучать потому что это как бы мы можем градиентным спуском найти ну и второе в принципе тоже это похоже на некоторые кнн то есть именно тип этой функции выбираем мы изначально да мы выбираем изначально то есть мы говорим что предикат выглядит именно таким образом что ну вот зафиксируем пороговую функцию одномерный предикат что мы берем признак g из нашего объекта объектного пространства и ограничиваем каким-то неким значением с окей вопросы а ну окей то есть у нас получается 5 двадцатых но при этом доля класса мы там не ошибаемся поэтому единиц ох тут надо конечно с выборкой сразу играться она определяется верхнем верхней вершины пятерка определяется сколько у нас уехала в левое под дерево вот это уезжание определяется по пороговой функции то есть мы фиксируем пороговую функцию некоторую и gt меньше равно с да то есть мы по этому порогу разбиваем нашу выборку на два подмножество и считаем сколько объектов у нас поехала по этому порогу в левое под дерево сколько уехала вправо и единицы это максимум всех долей классов и этой единицы это единица минус максимум долей получается там 0 получается да спасибо ну и допустим там у нас получилось нации двадцатых если они были пополам у мы максимизируем да мы получается хотим сделать так чтоб мера неопределенности вот это называется мера неопределенности это у нас прирост гейна ну функционал качество назовем это так качество разбиения таким образом мы хотим найти разбиение по которому у нас достигается максимум по этому функционалу да у нас простите я видимо забыл сказать еще раз давайте у нас ну ладно лучше здесь стандартная задача допустим классификация это вот именно для классификации мы рассматриваем у нас есть некоторые иксы из пространства x ну то есть наши объекты это наша обучающая выборка и у нас есть соответствующие метки классов для этих иксов рассмотрим бинарную классификацию 0 и 1 мы хотим построить такое дерево которое оптимально предсказывает для каждого икса из обучающей выборки совершенно точно оценивает его y это понятно как мы будем строить это дерево еще раз начиная с вершины в 0 нашего корня дерева мы начинаем строить пороговые функции вида бв мт ну для начала это будет бв 0 мы по каждому признаку по каждому по всем значениям этого признака вычисляем значение функционала q это и находим максимум среди всех этих возможных значений предположим что у нас там м признаков у каждого из них n значений у нас перебор получается полный по им признакам по им значений мы считаем для каждой пороговой функции для каждого значения признака для каждого признака мы считаем пороги ну мы считаем функционал качества и находим тот признак это значение признака по которому значение это функционала максимально в первом случае мы пытаемся найти такие такой порог такое значение функции тут и такое значение признак и такой признак по которому у нас засекается минимум ошибки классификация когда значение меньше индикатора там функция дикат равна 0 мы идем влево допустим 0 лет как вас или что-то другое если у тебя в ушли в левое под дерево если у тебя в этой ветке остался только один класс ты получается достиг оптимум все хорошо тебе остался ну ты в принципе все равно всегда считаешь долю класса в каждой вершине до известны заранее метки листьев нет мы их строим то есть мы ставим да ну вот так да ну точнее уточним по-другому есть разные алгоритмы построения деревьев один из них самый старый существующих 60-х годов он строится до тех пор пока у нас не остался в в вершине один класс да отлично куе мы хотим максимизировать мы хотим минимизировать ошибку классификации а по этому функционалу мы подбираем такой порог при его максимизации при котором у нас вот ну достигается максимум этого функционала а при максим цену достигается ну минимум меры неопределенности ошибки классификации возможно что в обоих под деревьев максимум достигается одного и того же класса а зачем нам разбивать тогда не если у нас в корневой вершине в вершине отцовской у нас еще нет оптимального разбияния ну то есть у нас не остался тут и нет оптимального разбия не но мы можем подобрать такую пороговую функцию когда у нас максимум все также достигается одного и того же класса но в каждый из из каждой под вершин у нас есть еще доля какого-то отсутствующего класса и дальше мы уже в каждом по дереве будем достраивать такие пороги по которым будет оптимальное разбиение дальше ну то есть как каков тогда смысл вот этого функционал который мы оптимизируем в таком случае мы на текущий момент пытаемся разбить выборку так чтобы это было оптимально в текущем скажем так что-то информацию делает который который ошибкой классификации ты имеешь ввиду а по сути он пытается разбить нашу выборку так чтобы в каждом под дерево оставался какой-то максимальный класс ну который занимает большую часть выборки которая пришла в под дерево это означает что мы в текущий момент не можем по другому признаку найти такое такой порог по которому мы можем лучше разбить с точки зрения с точки зрения ста с точки зрения понимания ну нам пришла выборка мы хотим ее разбить на две части так чтобы достигался максимум поэтому функционал ага смысл мы хотим сделать так чтобы в каждом из под деревьев выделился явный победить победитель по доле а почему так а ну потому что это дает нам дальше мы можем разбить выборку так что в левом и в правом под дереве у нас уже будет лучше разбиение в плане в левое под дерево будет уже другой класса в правое ну в левое нулевое вправо 1 или и до тех пор пока это скажем так это как сказать этой из эмпирики что вот такой вот функционал вот с таким вот ограничением именно по ошибке классификации дает нам оптимальные оптимальное дерево это просто работа это просто работа в принципе так как у нас нет фиксации по скажем так у нас нет готового аналитического решения у нас это все дискретная структура мы не можем аналитически сказать что вот это дерево оптимально мы можем застроить его только жадными алгоритмами вот жадный алгоритм вот с таким вот разбиение по такому условию нам дает оптимальные результаты оптимальные по предсказанию дальше про индекс жизни да так сейчас а rvm это выборка которая пришла вершина в м а nvm это мощность множество которое пришло в вершину в да так еще вопросы переходим джинни тогда в чем суть дальше индекс джинни это еще один способ определить меру неопределенности при разбиении ну и соответственно мы можем задать разбиением посчитать насколько у нас это разбиение дает по парные встречаемости скажем так наших классов то есть мы пытаемся построить такое разбиение которое максимизирует количество пар одинакового класса в каждом под дереве до одинакового класса для трех элементов сколько пор для трех элементов две пары 33 пара до 2 то есть мы пытаемся построить такое разбиение опять же повторюсь что в левом и в правом по дереве мы пытаемся поместить как больше как можно больше объектов одинакового класса собственно функционал а предыдущий подход он пытается скажем так оценивать только один класс но он забывает про все другие а второй подход позволяет оценивать еще все другие классы заодно гипотеза такая что если мы в текущий момент разделим хорошо по по встречаемости каждого класса в каждом по дереве следующем сплитом мы добьемся еще более оптимального разбиение до а в данном случае до бинарное дерево ну да можно ты просто идешь глубже 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 до тех пор пока ты не определишь такой класс ну то есть в левое под дерево ой уехал класс допустим 3 только он там один остался значит у этой вершины будет класс объект который попадает в эту вершину у него будет класс 3 в правое под дерево уехали все остальные класса по парной встречаемости всех классов так ну и про энтропийный критерий тоже опять это же равенство или что ну как сказать просто из математики то есть это можно вывести но я могу посоветовать где это можно посмотреть точно с полным выводом но сейчас мы давайте не будем это выводить вопрос я же могу выбрать всего один какой-то численный признак и отделять объекты вот упорядочить их по значению этого признака и отделять по одному у меня вот такая не знаю лесенка получится да лесенка вот с какой точки зрения этот не очень хороший подход классификации а но это если у тебя один класс ты так сойдешься или ну смотри это это работает случае когда у тебя встречаемость этого значения у объектов какого-то класса она ну по единички ну ты это только в этом вырожденном случае работает а если ты рассмотришь другие случаи когда ну у тебя у тебя может быть так что у объекта класса 0 класса 1 да и там ты построишь левое под дерево увидишь и ну тут получается несбалансированное дерево стопроцентно просто вопрос как бы за что борются все все эти критерии качества борются за чистоту в поддеревьях как объяснить мы боремся за то чтобы в каждом из поддеревьев мы все быстрее быстрее могли найти ну обозначить эту вершину терминальный не за глубину дерева правильно сформулирует это именно так что мы вот это будет тавтология ну попробуем мы пытаемся построить дерево так чтобы у нас неважно за какую глубину этого случае определенного алгоритма даже мы разбили выборку идеально то есть мы проведя любой объект по нашему дереву точно могли обозначить его классы не ошибиться вот когда мы сделали несколькими способами как нам сравнить между собой как нам их от имеешь ввиду с как нам сравнить вот много идеальных деревьев до выбрать лучше лучше в каком смысле лучше в каком смысле но скажем так наша задача выучить просто дерево которое оптимально предсказывает а дальше уже ты можешь вот мысли хорошая это из задачи прюнинга подрезание деревьев то есть мы пытаемся по дрену как бы выбрать такое дерево которое имеет меньшую вычислительную сложность но при этом не теряет качество вот то есть в итоге как бы ты построил дерево ты знаешь что сплиты ты подбирал оптимально соответствии с каким-то критерием построил кучу деревьев соответствии с разными ну а дальше ты просто выбираешь то что вычислительно менее сложное но скорее всего она будет по всем ну во всем критериям примерно одинаково разве способ построения дерева не влияет на его точность для новых объектов ну тоже влияет на же проблема в том что любой новый объект у нас очень большой доля вероятности мы скажем так вот с помощью этих деревьев мы оцениваем текущую выборку идеально все да а все объекты которые out of back ну которые вне нашей выборки не гарантируется что они идеально предсказываются не гарантируется но это мы просто можем потом оценивать на кросс валидации какое дерево будет лучше на внешней выборке именно потому что только так мы можем сказать какое дерево и правда лучше так про энтропийный критерий тут логика все та же тот же функционал качества и просто мы в качестве меры неопределенности выбираем энтропию у нас есть распределение классов вершине в мы считаем энтропию этого распределения и по сути мы пытаемся а ну да максимально энтропии у кого ну вот из распределений в целом у равномерного то есть если мы давайте так берем дискретность дискретные случайную величину который принимает там четыре значения у кого будет минимальная энтропия а что такое энтропия а вот формула простите забыл сказать еще раз энтропийный критерий мы в качестве меры неопределенности берем энтропию распределения долей некого класса в вершине в мт считается как она минус сумма по всем классам вероятность на логарифе вероятности если мы берем равномерное распределение даже увеличу случайной величины которая принимает два значения одна вторая одна вторая что это у нас получится двоичный ну то есть энтропия пашинона до двоичного гриф 1 до минус да вот у нас соответственно чем более у нас вырожденное распределение тем скажем так более хороший случай мы получаем что мы хотели получить мы хотим разбить нашу выборку на два подможества так чтобы мы получили в левом и правом по дереве вырождены распределения это окей а гипотеза по сути мы пытаемся все так же максимизировать долю какого-то класса в каждый из под вершин но с учетом всех других классов это ближе к первому но это даже не что ну потому что вклад каждого другого класса в под вершину допустим левую тоже оцениваем и также она влияет на энтропию распределения долей в этом под дереве это понятно да ура собственно как выглядит да ну как выглядят меры неопределенности собственно вот тут мы с вами говорили про ошибку классификации джинни и интер энтропию ну вот где-то тут они есть но их не видно собственно ошибка классификации выглядит просто как галочка ну понятно потому что это единица минус x дальше оранжевая это у нас джинни и с самого верху это у нас энтропия а вероятности класса максимального от и ну в общем по оси y у нас значение меры неопределенность меры неопределенность это вот эти вот f это не критерий а критерий нас считается от некой меры неопределенностью в данном случае вот у нас ошибка классификации это меры неопределенности индекс джинни тоже мера неопределенности энтропийный энтропия тоже мера неопределенности а критерий у нас всегда один и тот же и вот это график мер неопределенности просто графически как они выглядят к зависимости от вероятности максимального класса то есть если у нас вероятность максимального класса равна 0 5 и в целом как бы там это бинарная классификации у нас получается 0505 то entropy достигает своего максимума максимума в единичку и собственно аналогичные графики у нас видны по ошибке классификации и по индексу джинни так теперь задачу регрессии рассмотрим ну вернусь еще раз давайте проговорим f это у нас мера неопределенности то есть мы измеряем то насколько у нас вносит неопределенность данное разбиение btv а критерий информативности которые мы хотим опять же максимизировать это наш к функционал качества это вот следующая функция ну то есть мы берем значение меры неопределенности самой вершине и вычитаем меры неопределенности в подвершинах ну которая еще умножены на доли объектов отъехавших в каждую под вершину для регрессии мы можем просто аналогичным образом задать меру неопределенности то есть мы хотим минимизировать дисперсию в каждом из под деревьев или же мы хотим минимизировать среднее абсолютное отклонение от медианы в каждом из под деревьях да а все так же здесь у нас есть некие игреки которые у нас вещественные мы хотим подобрать все такую же пороговую функцию которая конечно зря я не выписал но давайте вспомним все тот же функционал давайте запишем так который у нас будет выглядеть все так же как на предыдущих то есть это будет простите так f на рвм с такой же пороговой функции плюс минус количество объектов в левом под дереве по данной функции разбиения на количество объектов в отцовской вершине и умноженное на f от левого под дерева также минус правое под дерево на f от р в р того что является меткой метка листа смысле а а все я понял сейчас как мы строим разбиение для задач регрессии понятно да то есть мы просто вместо f считаем отклонение объектов в левом под дереве от среднего в левом под дереве и ну абсолютно отклонение либо считаем дисперсию также в левом под дереве относительно среднего и то же самое делаем право с правым под деревом как мы назначаем метку класса метку класса мы назначаем по сейчас вот как мы предсказываем или назначаем метку класса в качестве классификации мы просто берем максимум по вероятности по доле какого-то класса вершине либо мы можем взять в качестве вероятности опять же эту же долю а для регрессии мы берем просто среднее значение игреков для объектов которые попали в эту вершину а теперь сюда критерии останова как мы можем останавливаться при построении дерева ну пока не закончится неразделенная выборка случае классификации все хорошо работает мы можем ограничить максимальную глубину то есть то насколько глубоко мы строим наше дерево допустим мы максимум можем уйти там на 10 разбиение вниз это как один из способов как мы можем не переобучаться ограничение минимального числа объекта в вершине тоже хороший вариант как мы можем не уходить в глубину не переобучаться мы говорим что если у нас в под вершине осталось меньше десяти объектов то дальше и и мы не будем разбивать никак тут понятно окей собственно ограничение максимального количества терминальных вершин это про то же самое почти мы говорим что у нас терминальных вершин может быть не больше 10 вспомним что такое терминальные вершины вот у нас есть дерево терминальные вершины это вот раз два три 4 5 то есть нас тут получается 5 терминальных вершин 5 листьев мы можем строить наше дерево там допустим ограничить количество терминальных вершин не больше 10 и просто держим в голове ну при построении алгоритма счетчик что вот у нас уже там есть 8 значит сейчас мы максимум можем добавить еще 2 и закончить на этом это понятно да нет наверное ну собственно один из также опять же повторение в листе находятся объекты одного класса для классификации работает ну и ограничение на 10 относительно изменения критерий информативности это вот к чему вопрос регрессия кажется что мы можем строить дерево бесконечно но у нас есть для дисперсии меры неопределенности текущей вершине у нас есть функционал качество наш критерий информативности и мы просто ограничиваем что критерий информативности на отцовской вершине деленный на критерий информативности на текущей вершине должен быть должен измениться не больше чем на 4 процента он должен измениться не меньше чем на 4 процента прошу прощения то есть и пока у нас изменяется значение критерий информативности мы строим дерево как только у нас получается что мы вышли на какое-то плата то хватит мы не будем дальше строить это похоже на кредитный спуск идейных есть какая-то монотонность то есть не может как бы что сначала перестал изменяться потом а дальше ты садешься к такой ситуации что ну какой сплит не построй у тебя выборку ты нормально не разобьешь и прироста относительно верхней вершины у тебя не будет нет я имею ввиду вот это скорость изменения вот эти проценты они могут идти так что там 10 10 10 4 4 4 10 10 10 или там есть к этому монотонность у тебя выборка уменьшается же каждый раз ну ну и собственно ты разбиваешь разбиваешь избиваешь у тебя получаются эти доли становятся но все ближе и ближе к единице поэтому я вычитаю больше и больше и больше так дальше ну и обработка пропущенных значений деревья это один из алгоритмов который может нормально адекватно справляться с пропущенными значениями выборки ну как почти нормально какие у нас есть методики обработки пропущенных значений в нашей выборке ну то есть допустим для кого-то мы не знаем есть у него другие кредиты или нет или там возраст его точно не знаем но у нас вариант либо удалить эти объекты или признаки с пропусками просто из выборки другой вариант что допустим у нас есть выборка ну и пол мужской женский не определен вот мы как бы задали третью категорию я надеюсь я никого не обидел и мы задаем пропуск как отдельное значение вот как раз вот это не определен дальше вычисления критерий информативности без учет объект с пропусками как-то происходит к вам пришел объект пришла выборка среди которой есть объекты с пропущенными значениями и тут вдруг складывается что ну как бы критерий информативности дает максимальный профит на именно на этом признаки казалось бы мы просто даже в принципе почему мы это можем посчитать мы можем посчитать критерий информативности отбрасываем наши объекты с пропущенными значениями считаем критерий информативности получаем сплит по которому можем разбить по этому признаку и тут интересный хак мы объекты с пропущенными значениями вводим в каждый из деревьев тут понятно тут вроде простая логика почему два ответа мы можем его дальше дальше она будет хороший аргумент как мы будем делать способ обхода при предсказании мы можем усреднять предсказания с весами вот такими то есть мы берем каждый объект мы увели в левое правое под дерево каждый объект пропущенным значением как мы пропустили то есть ты ну ты рекурсивно так строишь дерево что вот у тебя ты выбрал оптимальный сплит теперь ты определяешь какую выборку отправить на каждое под дерево в каждую вот эту выборку на каждое под дерево добавляешь эти объекты пропущенные значения окей сейчас еще раз нас есть какой-то признак допустим отчество ну отчество тоже плохой пример потому что надо нет бывает влияет кстати есть куча интересных статей о том как имена фамилии отчество влияют на на баяс принятие решений то есть если вас там штатах зовут эллиуды они лет то это подозрительно почему потому что собственно что такое с пропущенные значения вернемся мы собрали выборку вот вас там должно быть 60 лентов и кто-то из вас ну вы указываете свой курс на котором вы сейчас учитесь и кто-то из вас не захотел указывать курс на котором мы сейчас учиться выборка есть но в значении признака значениях признака курс есть пропуске потому что мы не знаем точное значение этого признака у какого-то человека вот это вот пропущенные значения то есть это значение признака ну которая никак не указана мы его не знаем это вот может быть возраст пол курс что угодно вот ну про критерии информативности про предсказание еще раз был вопрос при сплите мы считаем разбиение с учетом вот без учета объектов с пропущенными значениями при это при вычислении сплита а при предсказании мы объект с пропущенным значением проводим через каждое под дерево а потом предсказание с каждого под дерево усредняем ну чаще мы это как вероятность используем ну мы предсказываем вероятность объекта вероятность того что объект лежит какому-то класс у тебя есть распределение вероятности слева под дерево распределение вероятность справа панелева суммируешь делишь пополам радуешься вот и дальше уже когда принимаешь решение выбираешь ну допустим максимум до суррогатные предикаты что такое суррогатные предикаты это вот алгоритм который позволяет строить сплиты вот пришел пришла выборка у нее есть пропущенное значение в каком-то из признаков и тут мы начинаем перебирать другие сплиты по другим признакам причем перебирать так чтобы разбиение было максимально похоже на разбиение с пропущенным признакам по признаку с пропущенными значениями это вот такой вот перебор мы пытаемся найти пороговую функцию по другому признаку по другим значениям такую что сплит по ней на два подмножества максимально похож по на сплит по признаку с пропущенными значениями и заполнение средними значениями нулями но это хак из базовой такой логики работает в принципе довольно честно мы просто есть пропущенные значения заполнили нулем или заполнили средним значением по данному признаку средним медианным и там если есть категории там просто навещаем медианной медианное значение данного признака и присваиваем его пропущены так предсказывать мы обсудили это все понятно да всем почему мы при классификации определяем так почему мы при игры при регрессии определяем так арк макс поработка категориальных признаков все помню что такое категориальные признаки дам что же мы имеем у нас есть категориальный признак допустим опять же сейчас область вашей деятельности но допустим факультет они по сути обозначают только категорию категорию принадлежности к какому-то факультету они никак не отсортированы мы не можем сказать что там в мк лучше мехмата или эконом лучше физфака вот так в общем что мы можем сделать ну потому что все пороговые функции работали по такому режиму мы можем разбивать признак категориально на все возможные значения тут у нас уже начинается играние в бинар на решающее дерево то есть мы просто строим сплит и вот тут у нас x равен а x не равен а ну и так далее кажется что у нас получается такое довольно глубокое по дерево и мы уйдем в глубину грустно что же мы можем делать мы можем разбивать множество значений категориальных признаков на два подмножества а эти подмножество подбирать по критерию информативности то есть если у нас там наш признак житый принимает значение а bc давайте добавим решение обработки категориальных признаков вы когда начали вот так разбивать это грозит что если у нас категориальный признак имеет множество значений то у нас получается обработать один признак это глубокое поддерево а у нас есть множество значений этого признака и по сути мы хотим подобрать такие подмножество значений допусть это будет q и к житой такие подмножество ну пусть q и qr что на них на этих подмножествах по разбиению по ним достигается максимум критерий информативности перебор и это получается и получается это плохо то есть мы переходим в какую-то около полную задачу грустно поэтому есть и очень хороший добрый хак что мы можем делать мы подбираем их по встречаемости этого значению какого-то класса вот мы подбираем их по встречаемости у класс 1 мы считаем сколько объектов от общего количества имеет значение а потом считаем общее количество ну количество объектов долю объектов со значением b со значением c со значением д посчитали четыре значения кажется что просто все просто дальше мы по сути сортируем наши встречаемости по возрастанию и получается но если они нас вот такой встречаемость были мы разбиваем их на два подмножества ищем такой сплит по которому у нас достигается максимум критерий информативности сильно уже проще быстрее считать такая вот полезная юристика гипотеза что в принципе мы достигаем при таком разбиение по сортировке долей одинаковые подмножества что и во втором случае потому что если мы используем энтропийный критерий или критерий джинни это так и будет достигаться почему математика можно показать могу показать где это можно посмотреть а это интуиция опять же из признаков то есть но из критериев информативности по индексу джинни и по энтропии потому что там используется долей там же мы хотим они максимизировать какой-то класс и если у нас мы выберем сплит такое что у нас вот справа окажутся максимальные доли какого-то класса слева минимальные доли какого-то класса то мы как раз получим нужное нам разбиение собственно про алгоритмы классические есть вот и d3 которые существуют достаточно давно его основные признаки скажем так вот используют энтропийный критерий используют только категориальные признаки количество потомков ну то есть это не бинарное дерево равно количество значений признака ну и строят он до тех пор пока в объекте вот пока в поддереве не окажется объект одного класса получается ну вот какое а здесь нет скажем так разбиение было введено достаточно недавно но по сравнению с возрастом этого алгоритма достаточно недавно это вот один из самых по моему одно из самых первых исследований еще до 60 70-х годах вот придумали и d3 потом его попытались улучшить с помощью c45 и карта собственно c45 у нас используют нормированный энтропийный критерий то она уже поддерживает вещественные признаки а категориальные признаки обрабатывают также как и d3 и критерия останова ну вот ограничение объектов в листе такой вопрос каждый добрит состоит из нескольких частей и вот авторы как-то варьирует скажем так алгоритм состоит из набора правил каких как останавливаемся как определяем сплит как собственно ну как обрабатываем пропущенные значения как обрабатываем категориальные значения это вот основные признаки по которым мы можем различать различные алгоритмы данные вот когда авторы какой-то конкретный уже выкатывают они из каких соображений вот именно эту комбинацию включают по набор в тот момент оптимальный набор евристик назовем то так данные и они пытаются подобрать оптимальный алгоритм для своих данных скажем так каждый из них является улучшением ну каким-то улучшением предыдущего с какой точки зрения ну допустим вот все четыре с половиной у нас мы используем уже нормированный энтропийный критерий и останавливаемся по-другому плюс мы начали поддерживать вещественные признаки и это работает а в карте мы уже ну вот использовать критерий джинни нет там можно использовать не только это джинни можно использовать энтропийный критерий также и вот тут он уже строит пропущенные значения обрабатывает не переход по всем потомкам а суррогатные предикаты и вот по их мнению суррогатные предикаты работают лучше чем переход значение в дальше в эти в потомки в карте смешивать каким образом но можешь ну случае второго и третьего алгоритма можешь а первый поддерживает категориальные признаки вот вопрос есть нет дальше ну собственно поговорим про вообще в целом преимущество недостатки деревьев решений ну опять же простота построения простота всем понятно интерпретируемость деревьев это то что мы как раз обсуждали самом начале пример получается довольно интерпретируемые и принципе мы можем не обрабатывать не как признаки загонять их в чистом виде в модель и модель но алгоритм подберет сам оптимальные сплиты в необработанном виде и таким образом у нас получается еще встроенный отбор признаков которые сильнее всего влияет на принятие решений то есть мы можем по сплитам посмотреть что вот факторы в таком сочетании сильнее всего влияют а другие признаки не влияют на выборку вообще в дереве могут не используются какие-то признаки объекта но если ты не строил его с ограничением по глубине или у тебя есть признак который не влияет на принятие решений то есть по нему никогда не достигался максимум по критерию информативности туда как метода оценить значимость признаков которые включены а есть различные способы есть способы просто по количеству участия в плите есть способы по оценке критерий информативности то есть мы сплит ну при важность признака оцениваем то вот сколько раз он встретил встретился при сплитах плюс умножаем это на значение критерий информативности в этом сплите и нормируем еще и вот так мы оцениваем это важность этого признака но если критерий информативности был с высоким значением в именно в этом сплите до по обученной модели но в склер не есть фич им потенциз вот он я точно не скажу по какому принципу работает но по моему это вот как раз схема по критерий информативности вот то есть просто вы берете обучили модель clf и чем потенциз вы получаете признак и значение его важности при обучении какие у нас недостатки в этих моделях они склонны к переобучению они вот собственно мы обсуждали чуть ранее то что добавили новый объект который не был в обучающей выборке мы точно не знаем как модель отреагирует на него то есть мы не можем гарантировать качество и нам тогда если мы добавим новые объекты перестраиваем дерево жадность построения тоже такая проблема и собственно если вы пытаетесь оценить плоскость вида y равен x при помощи пороговых функций вам очень сложно оценить такую функцию почему ну вот давайте посмотрим это все знают что такое рис фишера первой домашки было не не помню а ну отлично как раз вот мы взяли длину ширину . построили плоскость обучили дерево с глубиной 2 нас три класса обучили дерево с глубиной 2 и получили вот такую разделяющую плоскость но но даже принципе видно то есть мы строим дерево строим разделяющую плоскость параллельно осям координат при таких вот одномерных предикатов то есть параллельно иксу параллельно и греку но вот такая вот плоскость собственно если мы возьмем глубину равно 5 то мы уже начинаем оценивать чуть более сложные объекты но все так же мы строим параллельно осям координат про регрессию нас есть про до предыдущем сайте вот как строить вот как они как походят вот рассмотрели бы через как понятили на это имеешь ввиду как построить такой график или что такой график по сути ты строишь grid ну сетку значений с каким-то мелким разбиением на вот ну допустим там 0 15 0 15 строишь с шагом в четверть и для каждого значения точки вычисляешь значение ну предсказания и таким образом ты можешь себе построить вот такую вот красивенькую разделяющую плоскость но это как один из самых простых способов как она проходит вот так можно визуализировать дерево и посмотреть тоже про регрессию вот опять же у нас есть генетическая функция мы хотим оценить ее деревом решений дерево решение глубины 2 дерево решение глубины 5 дерево решение глубины 2 но это синяя линия здесь не очень видно лучше наблюдать в других мониторах а дерево решение глубины 5 выглядит уже таким более сложным но при этом она очень интересно переобучается на отдельные значения но это заметно то есть вот у нас есть выбросы которые она очень хорошо оценивает но это плохо но мы все также не приближаемся к нашей нашей входной выборки то есть мы пытаемся оценивать но это такая вот ступенчатая функция получается давайте сыграем в угадай q какая высота представьте что вот сейчас 10 человек ну давайте 5 опросим каждый из вас это дерево решений какая высота у эфелева башни 320 320 еще 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 есть пример 42 отлично но ты выброс ладно мы берем усредняя все предсказания и как бы радуемся жизни получая довольно близкую оценку к реальной высоте мне казалось что на 300 антенны еще ну вот 20 видимо еще сверху близко-близко как раз 42 нам сместила ближе к реальной оценке спасибо а теперь давайте на какой картинке леопард ответ 1 правая левая слышу левая 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 там уже 4 левая слышу не одинаковые а отлично и леопард справа ягуар а бейте в поиске чем отличается ягуар от леопарда и гепарда первая ссылка пикабу увидеть отличие основное отличие там то что у ягуара пятна определенного рисунка и в центре . а у леопарда центре . не ну мы как бы играли в такую задачу что вот мы берем кучу кучу базовых моделей у вас усредняем результат и получаем риск предсказания близко к реальности правда на 2 2 задачи мы не справились плохо обучили но с задачи регрессии мы справились собственно о чем это все деревья они проблемные модели мы собственно сам начал обсуждали с вами они переобучаются поэтому поэтому не очень хорошо использовать эти модели по одиночке то есть если мы берем одно дерево и обучаем его мы в идеале как бы построим такое глубокое дерево которое без ошибок предсказывает но если мы дадим какие-то новые объекты то она не будет хорошо предсказывать мне будет низкая обобщающая способность мы можем построить множество разных деревьев и как бы усреднять их ответ то есть вот как бы взяли множество базовых моделей усредняем ответ этих базовых моделей а собственно обучаем n базовых моделей на n объектах мы можем базовых моделей обучать все базовые модели обучать параллельно потому что они друг до друга независимы то есть мы можем скажем запустить в n потоков каждую модель отдельно обучаться и быстро получить результат но есть нюанс если мы будем обучать модели на одних и тех же данных то мы получим ну одни и те же деревья почти кажется что нам нужны разные деревья чтобы каждая из них пыталась оценить по своему выборку поэтому мы каждую модель обучаем на своей подвыборке и зель объектов берем мы с возвращением из нашей исходной выборки и получили n модели n деревьев усредняем их ответ в качестве предсказания и получается более устойчивая модель с более ну так с высокой с высокой в общающей способностью и не настолько переобучены как базовые модели которые содержатся в данной композиции собственно случайный лес это один из подтипов вот композиций как раз он строится из бэггинга мы берем n деревьев строим отдельно каждая по дереву можно устроить параллельно генерируем некоторую подвыборку нашей исходной выборки генерируем с возвращением понятно что это такое и строим каждое дерево так сначала мы сэмплируем мы вот берем узел нашего дерева в мы для этого узла сэмплируем n признаков какую-то подвыборку допустим половину из исходных выборов из исходных признаков нашей выборки мы выкидываем половину вставляем по ним мы ищем оптимальное разбиение то есть не по всем признакам только половине строим оптимальное разбиение разбиваем выборку полам переходим дальше не пополам прошу прощения на два подможества пришли в левое под дерево повторяем также ситуацию в этом узле дерева мы сэмплируем все так же m признаков случайно выбираем опять же какую-то половину но не те же самые что были выше опять ищем оптимальное разбиение и радуемся жизни строим сплит собственно наша наш критерий останова мы строим дерево до тех пор пока на сплите у нас окажется не более какого-то минимальное количество объектов ура мы получили n деревьев каждый из них по-своему уникально потому что каждый из них строилась на своей подвыборке и оптимальный сплит выбирался не на всех признаках а на сэмпле признаков да они могут переобучиться они могут каждый из них может быть само по себе не очень но в совокупности они дают хороший результат ну и предсказание все так же мы усредняем просто предсказание каждого из под деревьев изначально можно очень хорошо над признаками проводить чуть не нужны зачем необязательно если мы будем усреднять почему у тебя может быть такое если построил много деревьев если есть какие-то не информативные признаки но построить себя одно дерево которое только на них выучилась не информативно плохо но у тебя есть 99 деревьев которые как бы дают хороший результат как бы чем больше деревьев ты построил тем выше скажем так обобщающая способность твои твоего ансамбля твоей вот композиции из деревьев получается вот такой вот у нас случайный лес это понятно да собственно нас с вами идем дальше по случайности мы берем сэмплируем все так же выборку с возвращением но теперь мы на сплите вот при построении сплита мы рассматриваем для каждого признака не все его значения а сэмплируем для каждого признака одно его значение ну допустим у нас есть там возраст значение 10 18 25 мы сэмплируем 18 все мы зафиксировали сплит мы не даже не знаем насколько этот порог для нас хорош это мы по возрасту оценили у нас есть еще есть другие кредиты или нет 01 мы сэмплируем опять же выбрали нолик что мы делаем дальше мы вот для этих сэмплированных порогов для каждого из признаков считаем критерии информативности и выбираем максимальный из них то есть ну я немного неправильно написал мы для каждого признака только сэмплируем порог они подбираем этот порог по критерию информативности раньше мы да мы просто генерируем из всех возможных значений признака раньше что мы делали у нас есть так секунду лучше здесь у нас есть м признаков допустим у каждого из них n значений раньше мы оценивали критерии информативности по м на и теперь мы для каждого признака выбираем одно значение и вот только среди этих значений ищем максимум по критерию информативности получается такая доля случайности при выборе разбиением один признак а сплит мы уже отобрали ну смысле значение по которым мы сплитуем мы уже отобрали и по сути нам нужно найти максимальный признак по которому максимальный критерий информативности достигается из вот этих сэмплированных значений так да 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 то есть у нас есть множество значений какого-то признака abcd мы считаем что они равновероятны предположим как вариант мы подкидываем монетку или берем равномерный генератор ну псевдослучайный генератор чисел из равномерного подкидываем ну выполняем его получаем 056 допустим и у нас это 056 попадает в отрезок попадает в отрезок c окей сэмплируем c потом мы берем другую признаку которого bcdf допустим опять же равномерное подкидываем или монетку или равномерный генератор опять же кидаем это напрямую выбираем какое-то другое значение и так мы получаем что по признаку x0 у нас значение c по признаку x1 у нас значение е по признаку xn ты м ты на значение полтора окей теперь мы считаем по каждому вот этому сплиту то есть мы теперь говорил что если это было категориал к то мы говорим что x0 равен c оцениваем критерий информативности какой у нас q будет для x1 оцениваем x1 я оцениваем также q и по порогу xm меньше равно полутора также оцениваем q и на ком достигается максимум тот и будет у нас оптимальным сплитом на значение мы сэмплируем а признак отбираем по критерию информативности ну как что вот на в качестве сплита взять до пара но то есть пара которая представляет из себя вот этот предикат пороговая функция если наступринг очень много значений пусть даже признаков мало то сколько нам этом деревья чтобы там это случайность на чего пользу приносить она ну мы чем больше деревьев построим тем лучше то есть если мы построили 100 деревьев а почему а у нас перефразирую по-другому у нас уменьшается переобученность каждого каждое дерево как-то обучена она с высокой вероятностью переобучена потому что это дерево если мы берем много-много деревьев и усредняем мы получаем модель не переобучен то есть если ты одна модель предсказывает относительно среднего на полтора больше ну плюс полтора другая модель предсказывает минус полтора средний взял получил ноль собственно дополнительные материалы и пожалуй на сегодня все вопросы а первые random forest потому что это много деревьев но мы все же сплиты сплиты наши мы подбираем по честному критерию информативности то есть мы конечно отобрал отобрали список признаков среди которых мы будем выбирать то есть мы ограничили эту матрицу пополам допустим или корень из м но при этом мы честно отбираем по какому сплиту мы будем делить а случае extra extra 3 мы сэмплируем показатель но отбираем признаки ну почему extremely randomize потому что мы сэмплируем выборку и сэмплируем сплит мы не жадно его подбираем а сэмплим в этом суть да но мы жадно подбираем порог мы под а сэмплируем под множество признаков но при этом это все также какое-то дерево скажем так ну честное дерево а тут получается случайное дерево мы не знаем что насколько этот сплит оптимален мы только знаем что мы его сэмплировали из этого распределения